В школе номер 43 хутора Барониковского состоялся ежегодный слёт юных экологов-краеведов. Проходил он в 19-й раз. Его участниками стали учащиеся 10 школ района. Такой же слёт уже состоялся в шести общеобразовательных учреждениях города. Ребятам предстояло показать свои интеллектуальные способности, а также проявить себя в творчестве. Платье в нежных тонах в пол. Наверняка такое хотелось бы иметь каждой девушке в своём гардеробе. Вот только не каждая решилась бы такое на себя надеть, ведь оно полностью состоит из обычных салфеток. Их на создание наряда у Елизаветы Завгородней было затрачено около шестисот, а на изготовление платья ушло около недели. Мы взяли под юбник, пришили сюда нитку, резинку, чтобы держалась, и потом на степлер крепили всё, делали треугольнички, крепили всё. В таких необычных нарядах ребятам предстояло продефилировать на сцене. Юные экологи показали артистизм, фантазию и талант. Костюмы из подручных природных материалов по условиям конкурса «Эко-мода» они готовили заранее. Мы его с мамой сделали из мусорных пакетов. Делали мы его не очень быстро, но у нас всё-таки получилось. Я свой костюм делала с мамой. Он у нас из гофрированной бумаги. Мы его клеили на сумочку и кофту мы клеили на обои, скотчем двухсторонним. Ещё один этап слёта – интеллектуальный конкурс. Ребятам нужно было отвечать на вопросы из восьми категорий в области экологии и краеведения. Этот слёт нацелен на то, чтобы ребята со всего района приобщились к природе, узнали, какие есть экологические проблемы, для того, чтобы они могли сами показать свои экологические и краеведческие знания. В завершении слёта жюри подвели итоги. В интеллектуальном конкурсе победила команда 43-й школы хутора Бараниковского. В экологическом дефиле первое место заняли сразу две школы – номер 43 и 44 хутора Семисводного. Ребята не только получили грамоты и подарки, но и приобрели новый опыт и знания, которые в дальнейшем им обязательно пригодятся. Тина Капачевская, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».